Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Это Алена и в этом видео я хочу поделиться с вами своими покупками декоративной косметики. Относительно недавно на моем канале было видео о покупках уходовой косметики. Там было очень много интересных средств, которыми я довольна. От большинства из них я осталась в восторге. И если вам интересно, то обязательно посмотрите это видео. Я оставлю ссылочку на него сейчас рядом с собой. Если вы смотрите с мобильного устройства, то вы перейти не сможете. Поэтому ссылка будет еще и под видео. Тоже в инфобоксе. Посмотрите обязательно. А в этом видео я вам покажу свои декоративные какие-то новинки. Если вам интересно, то пожалуйста продолжайте смотреть. Но начну я все-таки с нескольких уходовых средств. Покажу их вначале, чтобы потом уже сосредоточиться на декоративной косметике. И в целом в этот раз я решила не ждать, пока накопится очень много каких-то продуктов, чтобы видео не получилось слишком долгим. Первое, что я хочу вам показать, это средство, которое уже было в предыдущем моем видео, где я рассказывала о эпизоде, когда у меня были большие проблемы с кожей лица. Вызванные, скорее всего, маской из H&M с витамином Е. Видимо, на него у меня была такая сильная аллергическая реакция. И в тот момент... Вообще, посмотрите это видео. Там очень хорошие продукты я показала для девочек, у которых проблемная кожа, высыпания, прыщики какие-то, может быть, акне и так далее. Посмотрите, там есть очень хорошие средства, профессиональные. И в том числе я пользовалась, начала уже пользоваться вот этим вот гелем для умывания. Это марка Билавд. Покупаю я их в магазинах НЛ Интернешнл, заказываю через интернет. Ссылка есть на этот магазин под моим видео, чтобы вы могли тоже перейти, посмотреть, если вам будет интересно. И я им очень-очень довольна. Он очень мягкий. На зиму сейчас, когда уже... Ну, у нас, по крайней мере, в Сибири, я живу в Новосибирске, у нас уже зима. С октября у нас выпал снег, метровые сугробы и холодно, и отопление уже работает довольно активно. Воздух в комнатах сухой, поэтому умываться какими-то активными, такими агрессивными средствами не хочется, чтобы дополнительно кожу не пересушивать. И я выбрала вот этот вот гель. Он достаточно мягкий. Он очень приятно пахнет, и в нем есть такие интересные частицы, такого пудрового телесного цвета. Они при нанесении растворяются, то есть они никак не скрабируют, не царапают лицо, а дополнительно его очищают. И он хорошо очищает. После него кожа, я чувствую, что она стала более такая гладкая, более чистая, никакой абсолютно пленки, но при этом кожа не пересушена. На зиму это идеально. При том, что у меня, например, кожа нормальная. Она бывает склонна к жирности в зоне Т, но скорее это бывает летом. Зимой практически такого не бывает. Для сухой кожи, я думаю, это вообще замечательный вариант, потому что она не будет вам пересушивать. Поэтому обязательно присмотритесь. Стоит оно совсем недорого, рублей 400-500, что-то такое. Ну, по крайней мере, средства, которыми я пользуюсь обычно, стоят намного дороже. Поэтому я очень рада этой покупке. Также в уходе у меня появился снова мой любимый крем для глаз от марки Kiehl's. Сейчас у меня вот такая маленькая баночка, специально маленькая, чтобы она точно закончилась к теплому времени года. Потому что все-таки на жаркое лето это слишком может быть такой плотный, жирненький крем. А вот на весь холодный промежуток года он самый раз. А у меня холодное время года длится, ну, месяцев 8, наверное. Это очень-очень много. Но этот крем расходуется очень экономно. Он очень плотный, очень питательный. У меня это четвертый или даже пятый уже баночка. Это говорит о том, что я от него действительно в полном восторге. Я его советую многим и знакомым девочкам, как его я знаю лично. И где-то через соцсети, и блогерам уже многим, кто просил совета по крему для глаз, я тоже о нем писала, рассказывала. Если у вас есть доступ к этой марке, то обязательно попробуйте. Возможно, есть пробники этого крема. Но в крайнем случае есть вот такие вот маленькие баночки. Здесь всего 14 грамм. А в большой банке у них 28 в два раза больше. У меня была и большая, были и маленькие. Маленькой достаточно будет на холодную зиму. Но очень хорошо питает. Очень хорошо на него ложится декоративная косметика. То есть, при том, что он питательный, такой плотненький, он не скатывается в зоне под глазами. Я наношу его и утром, и вечером. Потом утром делаю прекрасный макияж. Все держится отлично. Поэтому очень рекомендую. Присмотритесь. Уже пела дифирамбы этому крему не раз. Очень рекомендую. Из средств для волос у меня появилось два новых продукта. Это шампунь. Покажу вам его сначала, потому что следующее средство укладочное. Это шампунь немецкой фирмы Акуба. У меня он называется Balance. Для волос, склонных к жирности. Мне он очень нравится. Почему? Потому что это бессульфатный шампунь. Он не травмирует волосы. Он их не пересушивает. Он наоборот с каждым применением. Фишка бессульфатных шампуней в том, что ими нужно пользоваться долго, чтобы увидеть результат. С первого применения многие люди не понимают, в чем вообще смысл. Почему все так радуются и хвалят бессульфатные шампуни. Потому что у кого-то наоборот волосы кажутся тяжелыми или еще какими-то не такими, непривычными, как после обычных масс-маркетовских шампуней. Это связано с тем, что бессульфатные шампуни постепенно и очень долго будут очищать ваши волосы от всех тех химических веществ, которыми они до этого мылись и которые проникали в ваши волосы с обычными сульфатными шампунями. Поэтому бессульфатными нужно пользоваться приличное количество времени, чтобы понять результат. Я пользуюсь уже довольно долго и могу сказать, что шампунь очень крутой. Я, наверное, еще попробую у них кератиновый спрей. Покупаю я также в магазине, о котором я говорила. НЛ, ссылка находится под видео. Он очень экономный. Я промываю причем волосы на два раза всегда любым шампунем и этим тоже. И он отлично пенится. Многие бессульфатные шампуни, они практически не пенятся. Вот у меня был до этого клоран, от которого я осталась крайне недовольна, которым осталось. И я показывала как раз в предыдущем видео. Он тоже довольно натуральный, но он практически не пенился. Это вызывает довольно много сложностей с мытьем головы. Очень сложно, особенно такие длинные волосы, как у меня. У меня они снова отросли до пояса. Их промыть, когда шампунь никак не пенится. Поэтому вот этим шампунем я абсолютно довольна. Тоже могу его советовать и рекомендовать с чистой совестью. Попробуйте, девочки. Я думаю, что вы тоже останетесь довольны. Там есть разные линии и для окрашенных волос, и для сухих волос, и для поврежденных, по-моему, есть. В общем, каждая найдет то, что им нужно. Плюс есть кератиновый спрей, который я очень хочу попробовать. И укладочное средство, которое у меня появилось, это вот такой вот спрей от L'Oreal Professional Technic Art. И это спрей для прикорневого объема. Я им пользовалась, когда делала эту укладку. Ну, по сути, это не укладка, это просто высушенные волосы с объемом у корней. И причем сегодня у меня уже второй день волосам, скажем так. Как это нужно использовать? То есть вы берете вот этот флакон, у него такой интересный носик здесь. Он прям маленький, направленный, то есть не как у пенки для волос. И он вот этот крошечный носик, вы приподнимаете брять и распыляете на сырые волосы, такие влажные после мытья, вдоль корней, по всей голове, где, ну, собственно, там, где сделаете себе проборы, скажем так. И затем приступаете уже к укладке феном. То есть я, например, опускаю голову вниз, просушиваю волосы хорошо, потом обратно переворачиваю свою голову вверх, досушиваю волосы феном и в конце дополнительно еще уже в обычном положении просушиваю феном, приподнимая вот так вот волосы наверх. Объем получается очень классный. Мне очень нравится. Он не слишком такой, ну, навязчивый, скажем так, не бросается в глаза, чтобы там какой-то начес, например, сделали. Нет, это выглядит естественно. И нет никакого вообще неклейкости, вообще никакой липкости. Волосы не склеены, их можно там перекинуть, провести по ним рукой. И вообще волосы получаются очень гладкие. Но это еще и заслуга шампуня, опять же. Я вот не могу перестать просто порой свои волосы как-то причесывать, перекладывать, потому что такие они гладкие и приятные. В общем, спреем я этим довольна. Конечно, на каждый день я его не использую, потому что все-таки я каждый день стараюсь волосы феном не сушить. Но в качестве именно укладочного средства это хорошая вещь. И еще одно уходовое средство, оно у меня стояло там сзади, чуть про него не забыла, которое у меня появилось. Это от Биотерм специальное масло для лица. Liquid Glow Skin Best оно называется. У него очень приятный такой цитрусовый легкий аромат. Мне очень нравится, как оно пахнет. Оно находится в стеклянном бутылечке, вот с такой вот пипеточкой. И, соответственно, в капельке этого средства там есть несколько вариантов применения. Вы можете его нанести капельки на основные зоны лица и добавить свой крем. То есть с кремом смешать. Вы можете побольше средств нанести на ладонь, растереть, распределить по всему лицу. Либо впиталось, чтобы это все как-то смассировать. Либо вы можете прям много взять масла, покрыть им лицо, как маску сделать. А потом излишки промокнуть салфеткой. Мне очень нравится. Попробовала все варианты, кроме именно маски. Реакция у кожи хорошая. Нет никаких забитых пор, нет высыпаний, нет аллергии. Поэтому тоже, если хочется попробовать дополнительное увлажнение, особенно на зиму масла, это очень-очень хорошая вещь. Когда воздух сухой и не хватает какого-то вот этого увлажнения и питания, то советую тоже присмотретьесь. Посмотрите его в магазинах. Очень приятный запах и на лице ненавязчиво. Теперь давайте покажу вам несколько своих покупок декоративной косметики. Начну с того, что связано с декоративной косметикой. Но не совсем косметикой. Это вот такие вот пучки ресниц, которые я купила в магазине H&M. Очень мне нравится клеить именно пучками ресницы. Сейчас я их не стала наклеивать, чтобы вам показать. И плюс я буду еще рассказывать о туши. Тоже покажу, как она смотрится на моих ресницах отдельно, без пучков. А сама идея клеить пучки мне нравится намного больше, чем клеить сразу целую накладную ресницу. Особенно, если вы хотите просто сделать какой-то дополнительный акцент в макияже. Это смотрится намного более натурально, намного более легкий взгляд и естественный взгляд, чем когда у вас прям целая такая ресница. Ну и как-то клеить именно у меня их получается лучше. Я использую клей Дуа для накладных ресниц. Покупала я его в Инглэд. В общем, очень мне это нравится. До этого у меня были какие-то другие реснички. Что хочу сказать именно про ресницы H&M. Они точно не лучшие. Я не помню, какие у меня были до этого, потому что они уже все закончились. Их больше нет. Посмотреть не на что нет упаковки. Но вот эти, они немножко, мне кажется, не то что некачественные, а сами по себе не идеально собраны, что ли, может быть, в эти пучки. То есть их немножко нужно постараться, чтобы разложить правильно на глазах, чтобы они смотрелись естественно, а не выглядели как-то там, как попало. И длина тоже как-то здесь вроде бы они и разные длины, короткие, средние и длинные. Но те, которые короткие, они уже не слишком короткие, а длинные они очень длинные. В общем, как бы я вроде бы могу вам их посоветовать, потому что они стоят всего, по-моему, 400 рублей. То есть, ну, не дорого, не там, тысячу. Но и не могу сказать, что это лучший вариант пучков. Также в H&M я купила вот такой вот спонжик. Сейчас он у меня большой, потому что влажный. Я его мыла после нанесения макияжа. Мне он очень нравится, девочки. Я его показывала на витрине вам в каком-то, в последнем влоге, что я их увидела. Там они есть, по-моему, в разных цветах. У меня вот такой вот беленький. Он такой мягкий. Слушайте, я еще не покупала себе спонжи от Real Techniques или от Beauty Blender. Но этот мне очень нравится. Причем, когда я им пробовала наносить влажным самим спонжем тональный крем, у меня он съел тональный крем, наверное, на 90%. Этим я осталась недовольной. Как я делаю? Я наношу крем, разношу его по лицу и затем практически сухим спонжем я просто все вот так вот быстренько-быстренько вбиваю. Чем мне нравится именно этот спонж? Он имеет вот такую интересную форму. Вроде бы как бы каплевидную, но она немножко рельефная. Покажу вам его ближе. И здесь есть и острый кончик, чтобы проработать зону вокруг глаз или вокруг носа. И широкая вот эта вот поверхность, которая сразу большую площадь, там, лоб, щеки, шею мы можем проработать. И вот это вот тоже скошенное, удобно вот так вот раз по подбородку, например, пройтись. В общем, я очень довольна. Классный спонж. Тоже стоит 350 или 400 рублей. Ну, прям очень советую вот этого чендем. Посмотрите и купите. Также из декоративной косметики у меня появился CC-крем от Lancome. Он называется City Miracle. И это разочарование. Я хотела попробовать этот CC-крем, там, тональный крем и так далее. И я просила его мне купить. То есть, я его покупала, не тестируя. Но я посмотрела на сайте. Там всего три оттенка. 010203. 010, соответственно, самый светлый. И я в полной уверенности, что он для меня светлой кожей даже зимой подойдет. Ну, или сейчас смешаю его якобы там с своим темным CC-кремом от Lumine. Будет нормально. Я попросила мне купить вот его. Девочки, он оранжевый. Я не понимаю, как можно было сделать светлый оттенок таким. Но это просто какая-то катастрофа. Вы видите, насколько как бы он вообще... Я покажу вам ближе сводч, но слегка видно издалека. Он вообще не соответствует моему цвету кожи. Нисколько, никак вообще. Он такой рыжий. Я не представляю, какие тогда более темные цвета. У меня как-то не складывается с CC-кремами, что Lumine мне не подошел. Ну, там идеальный оттенок, но он не подходит мне, потому что он сразу блестит на лице. Вот этот теперь я не угадала с цветом. Я реально не понимаю, как можно сделать первый оттенок кирпично-оранжевого какого-то морковного цвета. Ну, это катастрофа просто. Но, тем не менее, он у меня сейчас на лице. Потому что продукт отличный, не из дешевых. А мне было жалко, что... Ну, вот он не подошел, и все. Я придумала следующую вещь. Что я делаю? Я беру вот этот вот CC-крем от Lancome и смешиваю его со своим тональным кремом Afinitone от Maybelline. Он у меня как раз очень светлый. Это мой зимний оттенок. И каким-то магическим, волшебным способом комбинация этих двух тональных средств дает хороший мой сейчас оттенок. Он, как вы видите, прекрасно подходит к цвету моего тела. Все очень красиво, гармонично смотрится. Я, получается, делаю буквально по капле одного средства сначала на зоны лица и на шеи в том числе. Потом другого средства более светлого. Все это смешиваю руками по лицу, разношу. И затем уже спонжиком, который я вам только что показала, все это распределяю, вбиваю в лицо. И все это смотрится хорошо. Покрытие хорошее. Причем сам по себе этот CC-крем наносится очень быстро. Он очень легко и быстро впитывается. Дает такое матовое покрытие. Он не начинает жирно блестеть у вас в ближайшее время после нанесения. Но, увы, оттенок абсолютно нежизненный. Я вообще не знаю, как его можно было выпустить на рынок наш, российский. Потому что у нас нет девушек с таким цветом лица. Я не знаю, никто не будет это покупать, если особенно потестируют это в магазине. Но, к счастью, я нашла, как можно выйти из этой ситуации. Поэтому пользуюсь. Сейчас я вам покажу несколько средств для глаз. И первое это тушь. Тушь от марки Tenere. От этой же марки я вам уже показывала блеск для губ как-то давно, который я покупала. Он очень красивый, оттенок 904. Многие у меня спрашивают, что это за блеск, когда я им накрашена. И в том числе в видео и в обычной жизни делают комплименты. Он действительно очень красивый, натуральный. Увлажненные такие губы, пухлые. Очень красиво смотрятся. Это у меня тушь. Она называется Multi Effect. Оттенок черный. Покупаю также через интернет в магазине, который указан под видео. Чем она мне нравится. И удивительный момент расскажу. Вначале, когда я ее открыла и только начала ей пользоваться, она казалась мне какой-то очень сухой. Она первая мое, самое первое. И одно только лишь применение. Как-то очень так слабо покрасила ресницу, что я удивилась. Даже подумала, ну какой тут мультиэффект. Но уже на второе применение, я не знаю, что там произошло. Реакция с кислородом или что еще. Она начала действительно прекрасно красить ресницы. Они очень красивые. Они естественные. Но при этом они более объемные. Она поддерживает изгиб. Что для меня очень важно. Потому что я завиваю ресницы зажимом. И многие туши, которые очень жидкие, они потом этот мне весь изгиб опускают. А эта тушь, к счастью, не опускает. Кстати, эта косметика делается в Германии на том же заводе, что делают Шанель, Диоры, Сен-Лоран, по-моему. Ну, то есть такие прям люксовые, топовые бренды. Это говорит для меня о многом. Поэтому я, в принципе, доверяю этой марке. И поэтому могу ее советовать. Смывается она хорошо. Она не отпечатывается ни на верхнем веке, ни на нижнем веке. И, конечно, если вы начнете плакать, или попадете под дождь, или, например, какой-то мокрый снег, то, естественно, она может немножко потечь. Потому что это не водостойкая тушь. Но я редко пользуюсь водостойкими тушами. В основном у меня это обычная. Поэтому держится она отлично. Никуда не осыпается, нигде не отпечатывается. Все замечательно. Могу ее советовать. Стоит она примерно как тушь Лореаль, например. Уровень вот такой вот цены. Поэтому советую присмотреться. Эта косметика имеет сертификат Эко. То есть она натуральная. Что очень-очень важно. Потому что я стремлюсь все-таки использовать более натуральные средства, насколько это возможно. И следующее средство, которое у меня появилось, это подводка от Lancome Artliner Trace Dance. Не знаю, как это по-французски, что это означает. Если я произнесла неправильно, простите, я не владею французским. У меня она причем в интересном не черном, а синем цвете. Казалось бы, синяя подводка, ну это какой-то колхоз. Но, девочки, нет. Она очень темно-синего цвета. И у нее вот такой вот фетровый аппликатор, как у маркера, например. Но только очень-очень тоненький. Благодаря этому ей легко рисовать. Она никуда у вас там вот не танцует, не пляжет. Как обычная, например, подводка с кисточкой. Она там, ее можно взбалтывать, чтобы она поактивнее рисовала. И цвет очень красивый. Он, наоборот, даже как-то интереснее смотрится. Потому что это очень темно-синий, но не черный. Это идеальный вариант для дневного, обычного, повседневного макияжа. Не для какого-то вечернего, когда у вас там какой-нибудь образ с накладными ресницами. Тогда, конечно, лучше брать черную подводку, чтобы все смотрелось очень ярко, контрастно, на фотографиях красиво получалось. Но это красиво смотрится именно как дополнение дневного макияжа. Потому что она очень аккуратно так подчеркивает глаза. Не смотрится слишком контрастно с тенями, допустим, или с цветом кожи, или с оттенком бровей. В общем, я довольна. Хотя я бы никогда не подумала, что мне может понравиться синяя подводка. Вот парадоксально, но факт. Поэтому мой совет. Пользуйтесь, пробуйте, экспериментируйте в косметике. Конечно, идеально, если вы можете потестировать где-то в магазине, или взять пробник, или у подружки попробовать, прежде чем покупать. Потому что вдруг не подойдет. Но, тем не менее, пробуйте. Еще одно средство из декоративной косметики для макияжа глаз, которое у меня появилось, это палетка теней от Yves Saint Laurent Couture Palette. И у меня оттенок Авангард, я так понимаю, называется. Номер 8. Вот такая вот палеточка, красивая, золотая. Вся блестит. На ней остаются все отпечатки пальцев, потому что она глянцевая. У меня это не первые тени Yves Saint Laurent. У меня уже была одна палетка. Сейчас я вам ее покажу. Как-то мне уже дарили палетку Yves Saint Laurent. Она вот такая вот в розовой упаковке. Тоже на ней остаются все следы. Я не знаю, почему Saint Laurent делает такие упаковки. Здесь вот такие цвета. У меня она практически не тронутая. Ну, потому что эти цвета настолько лично для меня с макияжем глаз не связаны, что я ей очень мало пользовалась. Единственное оттенок, который у меня хотя бы чуть-чуть здесь протерт, это вот этот вот нежно-розовый. Пигментированные они довольно хорошо. С этим спору нет. Они как бы и на руку даже переносятся. Но вот этот вот ярко-розовый такой вот фукси, ну, я не знаю. У меня сейчас появилась другая палетка. Выбирала я ее уже сама. Здесь, причем, к ней прилагаются, оставила их вам показать, два спонжика. Один он просто стандартный такой фетровый, скажем так, спонж с круглым основанием. И с таким вот более заостренным. А второй, это вот я не знаю, что и для чего это было придумано. Причем приятно, что спонжики сами по себе довольно качественные. И на них даже есть гравировочка YSL, то есть название бренда. Но, девочки, вот, ну ладно, я в принципе спонжами не крашусь. Ну ладно, обычный фетровый, но вот это, это кисточка ворсовая. Причем из очень такого упругого и жесткого ворса ей вообще невозможно набирать тени. В принципе, невозможно это сделать. В лучшем случае она подойдет для макияжа губ. Но ведь эта палетка только тени. И поэтому для меня это загадка. Конечно, для чего здесь нужны были эти спонжики. Но да ладно. И здесь также есть зеркало довольно большое такое, на котором наклейка YSL. Все дела, все хорошо и красиво. И оттеночки. Оттенки вот такие. Мне они очень нравятся. Ну, собственно, поэтому я и выбрала эту палетку. Они подходят мне по цветотипу, как вы можете видеть. Но единственное, немножко сейчас они для меня холодноваты. Поскольку у меня оттенок кожи уходит в желтый цвет. И еще пока что каким-то чудом немножко держится на мне мой загар. Хотя я не загорала особо и пользовалась SPF 50. Некоторые цвета, например, вот этот красивый мятный, он смотрится дисгармонично на моих глазах. Поэтому ими я не пользуюсь. Не всеми оттенками. Но макияж глаз у меня сейчас сделан вот этим вот красивым таким медным, хаки, цветом. Пигментированы они хорошо, наносятся они очень легко, очень хорошо тушуются. Как, в принципе, и многие тени люксовых марок. Также Dior тоже самое могу сказать. Потому что они рассчитаны на то, что ими будут пользоваться обычные девушки, обычные женщины, не визажисты, которые умеют там тушевать очень пигментированные тени. Эти тени очень мягкие. Они все сатиновые, все немножко с таким переливом, но без блесток. И мне они нравятся. Ну вот, как я уже сказала, некоторые оттенки пока что для меня светловатые и холодноватые даже. Вот серебристый вот этот и мятный. Они немножко так как бы пока что со мной диссонируют. Но ничего, я думаю, что еще месяц я стану совсем беляночкой и буду пользоваться всей палеткой уже в полную силу. А так тени очень красивые. Могу их советовать. Там есть разные, опять же, цветовые решения. Есть более какой-то такой лавандово-фиолетовый подбор оттенков. Но мне он не совсем интересен был. Мне подходит именно вот такая вот цветовая гамма. Поэтому я выбрала ее и осталась довольна. Это все покупки декоративные и в том числе уходовые косметики, которые я вам хотела показать, которыми я хотела с вами поделиться. Надеюсь, что вы здесь что-то для себя выписали, взяли на заметочку. Я часто так делаю, когда смотрю обзоры других девочек. Прямо сразу себе в блокнот выписывали там заметки в телефоне, чтобы я хотела потом пойти в магазин и посмотреть. Или через интернет-магазин и сразу перехожу и смотрю, если есть ссылки. Ссылки на продукты, которые я покупаю через интернет, я, как уже говорила, оставлю обязательно под видео. Можете перейти, посмотреть все, что вам понравится. И увидимся с вами в следующих видео. Я думаю, что достаточно скоро. Хорошего вам настроения, отличного дня. Любите себя, своих близких, берегите себя. Скоро с вами увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok